Сидишь с женой в кафе, оба с пивом, причем она дегустирует, а я как выяснилось мухаю. В кинотеатре закончился фильм, в зале зажгли свет и женщина увидела сидящего впереди его мужа и кричит. Ах, оказывается, как ты сидишь дома с детьми, пока я заухаживаю за больной мамой. Беженец-араб в Верлине сел в такси и пребывал выключить музыку, так как во время пророка не было музыки и она его возвращает. На что таксист выключил музыку и вежливо открыл дверь. На возмущение араба он по-русски объяснил, что во время пророка не было такси и пускай, давай продолжай, жди верблюда. Тебе одиноко? Тебе никто не звонит? Ляг спать днем и тогда тебе позвонят даже те, кто тебя вообще не знает. Что это за мальчик? А это сын генерала? Ну ты знаешь, такой маленький уже сын генерала? Дед Петруха пришел к врачу и говорит, доктор, помогите, пожалуйста. Моей жене 67 лет, но она до сих пор не может повзрослеть. Доктор говорит, опять, матенька, скажите, как это выражается? Дед Петруха говорит, ну я сижу в ванной, а она топит моих уточек. Петруха, ты не поверишь, эти никуда и талии моему сыну два года. А он что, невиновен? Он самый послушный и хороший мальчик. Что воровал, он все приносил домой. Раздражают девушки, которые говорят, так и знала, что ты это скажешь. Например, зеленый поликарбонат ежа. Так и знала, что ты это скажешь. Подписываемся.